Белорусский МИД выясняет, пострадали ли граждане нашей страны в результате нападений в Вене. Ночь в австрийской столице выдалась кошмарной. Неизвестные в масках совершили шесть атак на прохожих в центре города. Несколько человек погибли, более десятка пострадали. Власти назвали произошедшее терактом. По всей стране усилены меры безопасности, а также охрана границ с соседними государствами. В Вене объявлен план «Перехват». Подробности у Ксении Пекарской. Накануне вечером на улицах Вены было достаточно многолюдно. Дело в том, что с сегодняшнего дня в стране начинает действовать жесткий локдаун. Так что австрийцы наслаждались последними свободными часами перед карантином. Поздним вечером в самом центре города появились вооруженные неизвестные в Балаклавах. Далее события развивались стремительно. Первые выстрелы прозвучали у здания центральной синагоги. И почти сразу еще в пяти местах в самом центре австрийской столицы. В том числе на главной городской площади. Стрельба началась так внезапно. Сначала мы даже не поняли, что происходит. А потом люди вокруг кинулись кто куда. И мы тоже побежали. Но даже не знали, в каком направлении нужно бежать. Поэтому мы заскочили в ближайший отель и укрылись там. Рядом с местом стрельбы в ресторанах и кафе находилось множество посетителей. По словам одного из очевидцев, нападавшие открыли огонь по летним террасам. Люди укрылись в кафе, легли на пол и выключили свет. Атака началась сначала в окрестностях Зайтенштеттенгассе. Там в пабах, особенно на открытых верандах, стреляли по людям без разбора. Пока неизвестно, сколько всего убийц участвовало в атаке. В интернете появились жуткие кадры с камер видеонаблюдения. Предположительно, одного из мест преступлений. Почти тысяча людей во время стрельбы находились в здании Венской оперы. Там как раз заканчивался концерт. Несколько часов люди не могли покинуть здание. Музыканты начали играть снова, чтобы поддержать напуганных людей. Власти страны назвали произошедшее терактом. В Вене развернули масштабную спецоперацию с участием антитеррористической группы. 150 бойцов спецназа и десятков вооруженных полицейских. Мы стали жертвой террористической атаки, которая все еще продолжается. Я хочу поблагодарить все спецслужбы, которые рискуют своей жизнью, чтобы восстановить безопасность. Полиции удалось ликвидировать одного преступника, но еще несколько пока в бегах. Полиция Австрии установила личность ликвидированного террориста. Он был сторонником ИГ. Практически сразу после атак ответственность за теракт взяли на себя джихадисты. Они заявили, что произошедшее стало частью счета за борьбу Австрии с исламским государством. По всей стране усилены меры безопасности. Жителей призывают ни в коем случае не покидать дома. Это тяжелейший день для Австрии за очень долгое время. Мы имеем дело с терактом такого масштаба, который не видели уже долгие годы. Дорогие австрийцы, прошу за исключением важных причин оставайтесь дома. Если вы шли на улицу, избегайте центра города. И мэр Вены уже договорился с властями, что в стране утром не откроются школы, чтобы ваши дети тоже могли оставаться дома. Европейские мировые лидеры осуждают нападение в Вене. Так глава Европейского совета Шарль Мишель назвал нападение подлым, заявив, что оно попирает все человеческие ценности. Поддержку ожидаемо выразил Эммануэль Макрон. Франция и сама за последние недели пережила сразу несколько террористических нападений. Макрон отметил, что теперь атаке подверглась дружественная Австрия, заявив, что враги должны знать, с кем имеют дело.